Ее лицо известно всему миру. Это ее лик был изображен Рафаэлем на знаменитой Сикстинской Мадонне. Но имя ее забылось. А может, было забыто специально. Ведь Маргарита Лути не отличалась святостью и благочестием. Италия. 15-й, начало 16-го века. Папаша Лути уцепился за дверь тратарии и замахнулся на дочь, убирайся, деревенская блудница. Маргарита отскочила, уклоняясь от удара отца. Что связываться с пьяным? Было время, когда сеньор Лути снабжал свежевыпеченным хлебом всю округу, но после смерти жены пристрастился к выпивке. И как итог пекарня перестала приносить доход. Так что красавица Маргарита оказалась беспреданницей. Три года сидела она на выданье, и только в начале этого, 1514 года, когда ей исполнилось 18, это был последний срок, когда по деревенским меркам девушка могла выйти замуж, отец был её срок. Хуже того, продал за 50 дукатов. Её красавицу и умницу, невежественному пастуху-грубияну Томазо Чинелли, который пасёт скот местного богача, сеньора Киджи. До свадьбы было ещё несколько месяцев, но жених, не дожидаясь колоколов, уже воспользовался всеми правами мужа. Маргарита стерпела думала, это судьба. Но ошиблась. В то утро она спряталась от приставаний Томазо в роще на берегу местной речушки. Неожиданно со стороны виллы Киджи подошли двое. Один высокий, черноволосый, одетый с изысканной небрежностью, но видно, что у лучшего портного. Сразу понятно богач и модник. Второй почти мальчик, вмятый, забрызганный красками рубашки. Тоже ясно подмастерье. Разве вы не будете заканчивать фрески, мастер? Почтительно поинтересовался мальчишка. Мне ни с кого писать здесь психею. Махнул рукой его изысканный спутник. Он повернулся, и Маргарита узнала художника из Рима, которого банкир Киджи пригласил расписывать свою роскошную виллу. Кажется, его зовут Рафаэль Санти. Ему тридцать один год. Он слывет виртуозом кисти и любимцем папы римского. Но всем этим баловням судьбы лучше не попадаться на глаза. Маргарита попыталась тихонько скрыться, но сухие ветки затрещали под ногами. Миг и противный мальчишка подмастерье уже вытащил ее, смущенную и оробевшую, прямо пред взоры столичного мастера. Яркий солнечный луч ударил Маргариты в глаза. Она ничего не разглядела, кроме изумительного мужского лица, сквозь которое на нее светило солнце. Кто ты, нимфа или богиня? Восхищенно ахнул Рафаэль. Я всего лишь дочь булочника, сеньор. Зарделась Маргарита. Выходит, ты фарнарина, то бишь юная булочница. Впрочем, нет. Ты психея. И тебя послала мне Мадонна, чтобы я мог закончить фреску. Я ведь живописец из Рима. Ты бывала в Риме, красавица. Рим. Столица. Вечный город. Маргарита совсем смутилась. Но кто бы мог предположить, что Рафаэль действительно возьмет ее с собой, и она увидит Рим. Поразительно, но это чудо случилось. Поначалу, правда, отец запретил Маргариты позировать художнику. Кричал, чуть не драться кинулся. Но Рафаэль сумел его уговорить. Он вообще со всеми умел договариваться. Вот и папаша Лути притих, едва Рафаэль вытащил кошелек. Да и женишок Тамаза отстал, пересчитав свою долю. В общей сложности Рафаэль выложил родственничкам за форнарину три тысячи дукатов. Это же какие деньги? Рим встретил Маргариту яркими огнями. Рафаэль снял своей красавице прекрасный дом, накупил модных нарядов и драгоценностей. Сам приходил чуть не каждый день, приносил подарки и красиво объяснялся в любви. Но о свадьбе не заикался. Маргарита понимала, сколь не сильна любовь, на таких, как она, не женится. Иногда она думала, может, лучше было бы остаться дома и выйти замуж за пастуха Тамаза. Тогда она стала бы почтенной женщиной. Но не знала бы любви. А за любовь Рафаэля Маргарита готова на все, даже на то, что ее считают падшей женщиной. Впрочем, в блистательном Риме таких, как она, величали по-благородному куртизанками. Хотя, как ни назови, суть не изменится. Конечно, многочисленные друзья, которых Рафаэль приводил к ней, дабы погордиться красотой новой пассии, улыбались Маргариты и даже целовали ручки, но в свои почтенные дома не приглашали ее никогда. Однако быстро нашлись и иные знакомые. Почуяв легкую добычу, в дом к новенькой, потянулись искатели любовных радостей. И никто не понимал, отчего красавица не принимает ничьих ухаживаний. Как объяснить им, что для нее ярче всех увеселений тихий вечер, проведенный с Рафаэлем? А тот все чаще приходит к ней с кистями и красками. Ему нравится рисовать возлюбленную. В конце концов художник устроил в ее доме настоящую мастерскую. Рисуя, Рафаэль рассказывал о себе. Маргарита узнала, что родился он в Урбино в страстную пятницу 6 апреля 1483 года. Его отец, Джованни де Исанти, был придворным живописцем герцога Урбинского. И сама герцогиня Елизавета Гонзага покровительствовала мальчику. Теперь Рафаэль известнейший живописец. Знатнейшие заказчицы роем вьются вокруг, но Рафаэль рисует ее, Маргариту. О чем же еще мечтать? Может, только о том, чтобы он не комкал ее портреты, смеясь, я на тебе учусь. Разве Маргарита не понимает, что ему нечему учиться? Ведь он и так волшебник кисти. Но Маргарита понимает и другое. Портрет куртизанки не повесишь в гостиной почтенного двора, вот он и летит в мусорную корзину. Но однажды, придя к Маргарите, Рафаэль долго смотрел на возлюбленную и вдруг сказал, «Я пишу для собора в Болонье, святую Цицилию, и слева от нее хочу изобразить тебя, как Мрю Магдалину». Мария Магдалина, куртизанка времен Христа. Маргарита стиснула зубы. Конечно, кого же еще с нее писать? Но весной 1515 года Рафаэль ворвался, загадочно сверкая глазами. Монахи из монастыря святого Сикста заказали мне алтарную картину «Мадонну с младенцем». Слева на картине я напишу покойного папу Сикста, справа – красавицу святую Варвару. А внизу – двух маленьких ангелочков. «И кого ты будешь писать с меня, ангелочка?» Тихо спросила Маргарита. «Мадонну». Выдохнул Рафаэль. Маргарита в ужасе уцепилась за край стола. «Я не могу быть Мадонной. Я грешница. Я знаю, как страшна жизнь». Рафаэль со злостью вскинул глаза. «Именно так. Ты видишь, как страшен мир, но тебе придется принести в него самое дорогое свое дитя. Вдохни глубже, Маргарита. Этому миру не нужна глупая девчонка, не ведающая, что творит. Этому миру нужна героиня». Маргарита решила стать достойной своего возлюбленного. Понимая, что при всей красоте она всего лишь деревенщина, девушка начала учиться правописанию и счету, танцам и хорошим манерам. Теперь она могла играть на лютне, сочинять стихи и писать вполне литературные, куртуазные записки, возлюбленному. Она старалась, как могла. Но осенью 1519 года по Риму поползли слухи, кардинал Бибиена хочет выдать за Рафаэля племянницу Мрию Давицы. Бибиена всегда покровительствовал Рафаэлю, поручил написать собственный портрет, приискивал новые заказы. Теперь он обещал похлопотать за художника перед папой Львом X, чтобы тот за особые заслуги перед Ватиканом пожаловал Рафаэлю кардинальскую шапку. От такой новости Маргарита похолодела. Она прекрасно понимала, что если Рафаэль откажет кардиналу, то рискует остаться без выгодных заказов. А ведь художник еще с детских лет при Урбинском дворе привык жить на широкую ногу, как богатый вельможа. И когда же помолвка? Чуть слышно прошептала она. Через четыре года. А за это время все может случиться. Беспечно улыбнулся Рафаэль. К тому же, если я выполню заказы папы Льва X, то перестану оглядываться на Бибиену. Теперь Рафаэль трудился по двадцать часов в день. Но ведь такая работа на износ. Однажды он валился в дом к возлюбленной в настоящей лихорадке. Что-то бормотал всю ночь. Утром Маргарита попыталась его удержать, но он вырвался. Кричал, что срочно должен закончить картины для новой фрески. Хлопнул дверью и ушел. А на другой день чуть свет прибежал его верный ученик Бавьера. Задыхаясь, закричал с порога, «Маэстро при смерти!» Маргарита, в чем была, кинулась к Рафаэлю. Тот, бедняга, еле дышал. Кровопийцы-лекари не нашли лучшего средства, как пустить ему кровь. Ему и до того измученному работой и лихорадкой. Через пару часов прибыл кардинал-исповедник из Ватикана. Презрительно скосился на Маргариту, сидевшую у постели возлюбленного, держа его за руку, и процедил, «Я не могу передать благословение Святейшего Папы в присутствии этой женщины». Она не венчанная жена. Художник с усилием разлепил веки и прошептал, «Нас венчала жизнь». И Бог не был против. Кардиналу пришлось исповедовать Рафаэля в присутствии Маргариты. Уходя, он бросил, «Святой художник и падшая женщина». Создатель Мадонны и блудница. Как будто этот надутый индюк не знал, что именно она, блудница, и была Рафаэлевской Мадонной. Ранним утром, в страстную пятницу 6 апреля 1520 года, Рафаэля Сантини стала. Ровно через 37 лет, день в день, как он родился. Говорят, тот, кто умер в день рождения, прямиком попадает в рай. Маргариты не разрешили присутствовать на похоронах. Тогда она надела то самое наголовное покрывало, в котором позировала для Сикстинской Мадонны, и пошла в близлежащую церковь. Разве Мадонна не услышит ее повсюду? Через день прибыл поверенный. Позже, как оказалось, Рафаэль отписал возлюбленной приличное состояние. Ничуть не стесняясь похорон, в дом Маргариты повалили многочисленные поклонники, соболезную и пылко интересуясь, кого теперь выберет в покровителе эта Донна прелестная и к тому же весьма обеспеченная. Маргариты даже сделали пару предложений. Ей презренной куртизанки. Маргарита не выбрала ни одного. Она приняла ухаживание своего земляка, сеньора Киджи, давнего друга Рафаэля. Но сеньор был стар и умер в одночасье. И Рим снова всколыхнулся слухами. Эта женщина угробила и сеньора Киджи. Может, она вампир? Вот тогда-то Маргарита и укрылась в стенах небольшого монастыря, подальше от ненавистного Рима. Ехала в смятение, а вдруг ее, блудницу, не примут? Но оказалось, при ее теперешних деньгах матери-настоятельнице все равно, кем она была. Маргарита постриглась в монахини и приняла новое имя – Мария. Первоначально картину «Сикстинская Мадонна» планировалось установить на месте захоронения папы Сикста IV в капелле. Там и находилось это великое произведение вплоть до 1754 года, когда монахи продали его польскому королю Августу III за баснословные деньги. Полотно увезли, однако в Печенце осталась его копия. А подлинник пополнил коллекцию, которая впоследствии превратилась в Дрезденскую галерею старинных картин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok